Всем привет! Это программа Точка.рум. С вами Юлия Черняева. И сегодня я вновь расскажу о том, чем жила Всемирная Сеть всю минувшую неделю. Обновляемся! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пришел там себя. Новый флешмоб набирает популярность в сети. Все это и многое другое прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самарцы не нарадуются. Бабье лето бьет все рекорды по количеству тепла и солнышка. А горожане бьют рекорды по количеству довольных селфи. Пробежались по вашим страничкам и выбрали самые солнечные, яркие и порой очень вкусные фотографии с актуальными хэштегами Бабье лето в Самаре. Лето продолжается и Самара город-курорт. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Второй всероссийский конкурс с международным участием «Спутник», организованный Самарским университетом, стартовал на минувшей неделе и продлится до конца учебного года. Финалисты первого конкурса выбрали для получения высшего образования именно Самару. В конкурсе юных инженеров-исследователей принимают участие школьники с 5 по 11 класс. В своих проектах они исследуют космос и на практике получают уникальные знания. Для участия в «Спутнике» нужно пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия и выполнить тестовое задание до 10 ноября. Второй этап – это разработка и презентация проекта на одну из тем, предложенных организаторами конкурса. Финалисты приедут в Самарский университет, где прослушают адаптированные под их возраст лекции, смогут поработать в лабораториях и посетить ведущие предприятия аэрокосмической отрасли региона. Ну а заключительный этап – это профильная космическая смена. Она пройдет в Крыму на базе лагеря «Артек». Дерзайте! 15 сентября межпланетный зонд «Кассини» сгорел в атмосфере Сатурна, завершив 20-летнюю миссию. Зонд стартовал с Земли в октябре 1997 года. В 2004 году он достиг Сатурна и на его орбите провел 13 лет. Зонд опустился в облака Сатурна, и последний сигнал от «Кассини» поступил в 14.55 по московскому времени, но отправлен он был намного раньше. Сигнал шел до Земли около 86 минут. Как рассказали эксперты НАСА, за 13 лет у зонда истощились батареи, и решение погрузить его в атмосферу было принято для того, чтобы при падении его обломки не повредили спутники Сатурна, Титан и Энцелад. Агентство НАСА накануне опубликовало последние снимки зонда. Всего же «Кассини» сделал почти 500 тысяч фотографий. Они помогли изучить спутники Сатурна. Зонд также присылал фотографии колец, вихрей и полярных сияний. Колорадские ученые заявили, что друзья в социальных сетях негативно влияют на наше с вами здоровье. Оказывается, количество друзей в соцсети прямо пропорционально росту проблем со здоровьем, в частности, увеличение случаев острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей, попросту ОРВИ. В зоне риска оказываются пользователи, которые испытывают дискомфорт или даже тревогу во время общения в сети. Обычно чувства беспокойства вызывают непрочитанные сообщения, нежелательные комментарии и отказ в запросе на дружбу. Впрочем, количество времени, проведенное в сетях, с плохим здоровьем никак не связано. Получается, что всякие негативные эмоции, которые мы испытываем, к примеру, ожидая лайки на новом фото, читая неприятные нам комментарии или вступая в беседу с человеком, который вызывает раздражение, это вызывает у нас так называемую простуду ОРВИ. Что делать и как быть? Кажется, решение может быть только одно. Если вы хотите поправить свое здоровье или почувствовать себя счастливым, то смотреть в экран смартфона не самый лучший способ. И продолжая тему. Как часто бывает, что вы ищете симптомы какого-нибудь заболевания в интернете, а потом грустно откладываете телефон или планшет в сторону, и произносите «ну все». Я обреченный, жить мне осталось недолго. Если такое случается периодически, то вы, скорее всего, киберхондрик. Да-да, так теперь называют людей, которые самостоятельно при помощи онлайн-поиска диагностируют у себя редкие заболевания и вызывают ненужные опасения по поводу здоровья. У меня цикломатический синдром. Я смотрел на акулу и ничего не ощущал. Я не знаю этот синдром, но у тебя его точно нет. Знакомься, это дядя Оля. Поздоровайся. Здрасте. Так вот, по словам ученых, проблема становится необычайно распространенной. Каждый третий пациент России посещает больницу с преувеличенными проблемами после того, как тщательно проштудирует поисковик или начитается сообщение на всевозможных форумах. Если вдруг что-то прихватило, не стоит сразу же лезть в энциклопедию или искать симптомы рака, если вдруг зачесалось в носу. Запишитесь на прием в свою поликлинику через сайт Госуслуг или загрузите приложение Яндекс.Здоровье, где можно также получить онлайн-консультацию врача. Не болейте. Новый интернет-флешмоб. Набирает обороты. В сети то и дело появляются фотографии, которыми делятся пользователи, нашедшие в картинных галереях по всему миру своих двойников. Такое ощущение, что герои фотографии пошли по следам Дариана Грея и продали свою душу, чтобы никогда не стареть. И порой наши с вами современники настолько похожи на персонажей картин, написанных лет 600 назад, что становится по-настоящему страшно. Хотя одновременно это и забавно. Если вдруг вам говорят, что вы похожи на Джаконду или в профиль вылитая дама в голубом, смело отправляйтесь в галерею и делайте фото. Есть шанс прославиться. Что такое осень? Это небо, плачащее небо под ногами. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, твиттер, инстаграм, группу ВКонтакте, фейсбук и канал на ютюбе. Кстати, у нас там уже 14 миллионов просмотров. Смотрите и вы нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Присылайте свои новости в наши группы. Всем лайк. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok